Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Немного поправилось, меня устраивает мой вес, но видимо не устраивает родственников, которые мне советуют похудеть или писаться в бассейн. Я человек резкий, могу жестко ответить, но ссориться не хочется. Подскажите пожалуйста, как отвечать таким бесплатным товарищам. Благодарю за ответ. В первую очередь, наверное, подумать о том, могут ли эти товарищи перестать быть таковыми. То есть могут ли они измениться, могут ли они стать другими. Второе, посмотреть на то, как вас задевает и задевает ли, то, что вы, собственно, поправились. То есть вас задевает вот то, что они вам говорят об этом, или нет. Если задевает, то проблематика это, конечно, ваша, и здесь здесь, по крайней мере, на мой взгляд, совершенно ни при чем. Ваши родственники, вот, которые могут, в принципе, озвучивать все, что угодно. То есть здесь дело только у вас, если вас задевает, то нужно именно как-то с самооценкой работать. Нужно именно как-то с уверенностью в себе, с мотивацией работать, да, потому что, ну, мы могли бы могли, скажем так, поправиться, в том числе, в том числе, по своему желанию, какому, ну, какому-то, да, то есть, ну, то есть вы могли это, вы могли это сделать, вот, просто потому что, вам так хотелось, вам так захотелось, и ничего страшного в этом нет. А могло это произойти и по другим причинам, вот, например, из-за каких-то, ну, сложностей, проблем, конфликтов, противоречий, например, человека, который, который выполняет достаточно резко, вот. Считается, что этот человек таким образом себя защищает, вот, считается, что такой человек таким образом пытается, пытается себя безопасить, от чего-то, ну, например, от какой-то угрозы, да, от какого-то негатива, например, например, и так далее, что само по себе пожалуй является нормальным, вот, но просто есть другие способы, они не всегда для человека, скажем так, очевидны. Вот. Поэтому тут, тут нужно, вот, смотреть, как еще, в целом, вы сами как-то относитесь, да, к тому, что ваш вес изменился, и так далее. еще очень важный момент, насколько тесно вы проживаете со своими близкими, родственниками, вот. То есть, если вы скажем так, взрослая, да, вот, то, наверное, имело бы смысл как-то рассмотреть для себя возможность проживать отдельно, вот. И если такой возможности нет, у вас, вот, то, соответственно, имеет смысл вам, ну, принять, что пока, вот, пока что, ваша жизнь, она, вот, поставлена на базу, получается. Вот. И, что пока, вот так вот. Еще очень важно, по крайней мере, вот, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы смотрели на свою, ну, на свою мотивацию, ну, вообще глобально, глобально в жизни. Вот. Чтобы вы смотрели на это. и меньше, и меньше, и меньше, меньше, меньше внимания обращали бы на, вот, тех, кто что-то, что-то вам говорит. Вот. Ну, такая, такая вот история. в данном случае. Дальше. 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 Значит, что касается того, как отвечать, то я думаю, что отвечать можно в рамках я сообщений. Вот. То есть, именно, именно, вот, в контексте я сообщений. от, так скажем, первого лица. Вот. Почему это важно? Потому что вы не, ну, не нарушаете в таком случае ничьих личных границ. Вот. Что касается, что касается резкости. В ответах, то, с одной стороны, конечно, вас можно понять, ну, понять, причину вашей редкости. С одной стороны. С другой стороны, если хотите, можно, опять же, научиться реагировать иначе. иначе. Вот. Можно реагировать, можно научиться реагировать иначе. А если, такое желание у вас есть. То есть, если вы этого хотите сами. Вот. Да, что вы можете этого не хотеть. Вот. Понятно, что вы, как-то, как-то, ну, можете, ну, считать, что вы абсолютно справедливо действуете, что вы абсолютно справедливо поступаете. Вот. можно так, ну, в таком ключе, в данном случае, двигаться. Вот. Ну, и здесь, вот, в данном случае, как бы вы не ответили, да, с позиции, именно, именно, вот, с позиции своей редкости. Вот. Как бы, как бы вы не ответили. Скорее всего, это приведет к, к конфликту, потому что, резкость, всегда, всегда, порождает негатив. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание, также, на то, что, вы, вроде как, хотите ответить, вот, но, в то же время, как будто бы, как будто бы, не хотите ссориться, вот. То есть, я здесь, вижу, некоторое, нежелание, что ли, брать на себя, ответственность, за, свою, свою позицию. Вот. Э, э, совершенно, не, ну, совершенно необязательно. Э, ссориться, вот. То есть, Ну, я не призываю вас к ссоре какой-то с вашими близкими. Ни в коем случае, ни в коем случае не призываю вас ссориться, но просто хочу сказать, что бросается в глаза вот такая возможная история, хотя я могу ошибаться и в данном случае неверно интерпретировать. Еще очень важным моментом является то, с кем вы общаетесь, практически буквально. То есть, если у вас в окружении только родственник, ну ваш, это один момент. Если у вас в окружении есть еще друзья, да, вот, это другой момент. То есть, это другая история в этом смысле. Вот. Поэтому тут, конечно, нужно смотреть на ваш, например, круг, круг, ну круг. общения. Вот. И если что, ну как-то смотреть в сторону того, чтобы его расширять. Вот. Потому что, ну, само собой вам будет, вам будет тяжело общаясь только с родственниками, да. как-то вот себя регулировать. Это, ну, на мой взгляд, вполне адекватно и вполне корректно. Вот. Как-то так, я думаю, можно, можно вам ответить. Я надеюсь, что это было интересно и полезно вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам оно пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. 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 Продолжение следует...